первый российский игровой ноутбук манящие и одновременно с этим пугающие фразы для большинства пользователей что это как она работает и в чем тут подвох вопросы банальные напрашиваются сами собой однако давайте не будем пугаться раньше времени и рассмотрим данный вопрос во всех деталях маркетинговый ли ход назвать ноутбук первым российским игровым вопрос достаточно сложный с одной стороны мне лично неизвестно подобные образцы прошлом тем не менее некоторые утверждают что это далеко не так ведь так называемые отечественные ноутбуки выходили и раньше а фраз игровой может рассматриваться с разных сторон по сути дела любой ноутбук имеет возможность запускать видеоигры только одни образцы заточены конкретно на этой функции что не мешает использовать их для других задач а другие с играми работают значительно хуже новая линейка zed имеет конкретно игровую направленность правда и здесь есть некоторые ограничения первое о чем хочется упомянуть производители покопавшись некоторое время назад по просторам сети в поисках какого-нибудь недорогого игрового ноутбука я неожиданно увидел на сайте знакомая си фирма dns модель zed ward 101 по цене в 43 тысячи рублей я решил подробнее разобраться что он из себя представляет как оказалось данную линейку zed ward производит сам dns в качестве эксклюзивного продукта гордо именуя ноутбуки российскими правда из отечественного здесь только название вся внутренняя начинка состоит из знакомых всем компонентов известных брендов что дает ощущение хорошего качества разработка же дизайна и сборка производится в китае по лицезии dns самое интересное что данный ноутбук по своей цене и внутренней начинке оказался даже выгоднее бушных образцов совита что подкупило меня сделать данную покупку ноутбук поставляется в обычной картонной коробке внутри которой находится еще одна черная коробка с логотипом и единственной надписью gaming лаптоп сбоку можно видеть наклейку со спецификациями и информацию о гарантии очень подозрительно выглядит фраза срок службы 36 месяцев как бы намекая что через три года компьютер тканет в лету внутри сам ноутбук в чехле блок питания инструкция по эксплуатации две наклейки и два винтика для крепления ssd м2 ведь данной модели твердотельных накопителей нет здесь установлен только жесткий диск объему 1 терабайт на которой установлен достоперационная система до стандартные windows вы здесь не найдете данная версия ноутбука самая базовая в более прокачанных образцах zewart можно обнаружить и твердотельный накопитель и установленную систему и даже код на игру forza horizon здесь же этого нет ввиду чего я купил отдельный накопитель от smart by 256 гигабайт куда и буду устанавливать систему внешний вид компьютера сразу навевает ощущение добротно собранного образца ничего не скрипит люфтов не замечено единственной претензией может быть только петли крепления дисплея на вид она довольно хлипковат но держит весьма неплохо как бы то ни было все проверяется со временем сам же дисплей стандартных габаритов 15 и 6 дюйма и разрешение в 1920 на 1080 пикселей вполне обычные показатели для средних мониторов современности которых хватает для всех задач в более дорогих моделях устанавливает матрицу с большим разрешением однако здесь этого не цена не позволяет но в отличие от братьев по классу здесь разработчики влепили не тн панель а неплохую по качеству ips углы обзора почти максимальные контрастность яркость и цветовые оттенки практически не меняются под разными углами конечно для профессиональной цветокоррекции такой монитор не подойдет но для не слишком требовательных задач а тем более игр и просмотра фильмов будет самый раз клавиатура тоже выполнена неплохо однако все же низкие по высоте клавиши как я считаю на любителя но это недостаток всех ноутбуков мне удобнее работать с кнопками ход которых значительно больше и нажатие ощущается куда значительнее зато здесь есть подсветка и не просто декоративная а настраиваемая однако для управления данной функции необходимо скачать отдельное программное обеспечение гейминг центр где эту и другие функции можно легко настроить под себя и не бойтесь что из коробки клавиатуры не будет светиться производитель учел этот момент ведь некоторые базовые цветовые профили уже установлены в bios где их можно поменять в общем то это и все что можно поменять bios все остальные функции здесь просто недоступны рядом с клавиатурой располагается стандартная клавиша включения подсвечиваемая красным светодиодом а также клавиши turbo boost и системных вентиляторов сделано это на случай перегрева при нажатии клавиши вентиляторы стартуют на максимальных оборотах быстро охлаждая процессор и видео чип второе нажатие отключает функцию отдельно хочется упомянуть touch панель она здесь как ни странно довольно удобно и не вызывает проблем с привыканием однако полноценно заменить мышь ей невозможно зато ее можно отключить и не только программно но и прямо во время любого процесса достаточно два раза коснуться левого верхнего угла загорится индикатор подтверждение что панель отключена zwart 101 достаточно богато оснащен на разного рода интерфейса позволяя подключить большое число внешней периферии на левой грани ноутбука можно видеть два разъема usb 2.0 еще два можно найти на правой грани также здесь расположили карт-ридер под sd-карты разъем под наушники и микрофон все самое основное расположено на задней панели ноутбука два usb 3.0 один type-c lan порт hdmi и разъем под блок питания а также отверстие для выброса горячего воздуха где спрятаны два массивных радиатора как и в любом хорошем игровом ноутбуке под процессор и видео чип отведен свой кулер несколько тепловых трубок которые проглядываются через отверстие воздухозабора на нижней панели ноутбука вот только в процессе игры шум от такой связки можно легко услышать за несколько метров тихий компьютер не назовешь на переднюю панель вынесена стереодинамики по одному с каждого края и светящаяся led панель но внешние показатели это одно самое главное как и полагается спрятан внутри корпуса производитель сделал правильный ход дав игрокам возможность доступа к внутренним компонентам открутив всего 4 винта и сняв нижнюю крышку мы сможем легко манипулировать основными элементами ноутбука такими как оперативная память здесь установлена одна планка на 8 гигабайт с частотой 2666 мегагерц чего для современных игр конечно же маловато поэтому я бы рекомендовал сразу установить еще 8 гигабайт позволив таким образом системе работать двухканальном режиме что несколько ускорит все задачи здесь же можно видеть модуль bluetooth и вай фай довольно медленный жесткий диск на 1 терабайт а также два разъема под ssd м2 которые я настоятельно советую использовать для системы я приобрел накопитель от smart buy 256 гигабайт объем которого на сегодняшний день самый оптимальный так данный ноутбук не мой основной компьютер то и требования к нему я применяю достаточно низкие поэтому игры установлю просто на жесткий диск помимо основных элементов здесь же можно видеть и съемный аккумулятор китайского производства емкостью 4100 миллиампер часов это пожалуй единственный элемент на который производители серьезно сэкономили ведь ноутбук игровой и вряд ли будет часто применяться вдалеке от сети ввиду чего аккумулятор здесь не выдерживает никакой критики в процессе игры его хватает в лучшем случае на 50 минут работы заряд тает на глазах даже без включения игр ни о каких заявленных трех часах игры речи быть не может а вот начинка у ноутбука весьма достойны здесь установлен достаточно производительный четырехъядерный процессор intel core i5 8300 edge с гипертрейдингом на 8 потоков и работающий на частотах 2300-4000 мегагерц в паре с gtx 1050 получается весьма неплохой агрегат способный запускать все современные игры на среднем минимальных настройках 1080p однако ввиду цены в данном ноутбуке производитель установил самую младшую модель видеокарта лишь двумя гигабайтами памяти что для современных игр конечно же мало однако вместе с дискретной в системе работает и встроенное видеоядро gtx 630 м с одним гигабайт памяти по заверению производителя видеокарты работают в параллели что позволяет им разделять нагрузку насколько это утверждение верно я не знаю и проверить не могу системный мониторинг же показывает что оба видеоядра работает постоянно что несколько обнадеживает теперь давайте же посмотрим насколько хорошо ноутбук справляется со своей основной функции воспроизведением видеоигр и в этом плане он показывает себя достойно легко запускаю все игры последних лет конечно максимальной графики здесь вы не увидите но высокие настройки данному агрегату вполне подвластны правда далеко не во всех играх менее требовательные проекты без проблем идут 60 fps однако далеко не свежий jascos 3 поначалу не захотел запускаться ввиду малого объема оперативной памяти но в процессе игры вполне неплохо держал высокие настройки весьма требовательных железу оказалась мутант year zero road to eden несмотря на простой внешний вид игра хорошо нагружала систему и выдавая 35 40 кадров в секунду на максимальных настройках destiny 2 же на средних настройках удерживал от 50 до 60 fps но и конечно же нельзя было не посмотреть метро исход одна из самых требовательных игр этого года запускалась на средних настройках с отключенными эффектами и фреймрейтом в районе 40 кадров видео система весьма неплохо справилась со своей задачей с учетом того что здесь стоит хоть и оригинальная они мобильные gtx 1050 но с уменьшенным числом блоков обработки и сниженными частотами правда и тут сказался малый объем оперативной памяти проявляющиеся в небольших но частых фризах как итог можно сказать что ноутбук полностью оправдывает свою цену оставляя хорошее впечатление добротно собранного продукта все же собран он из полноценных компонентов руками китайцев а собирать хорошую электронику они умеют неплохое сочетание процессора и видеокарты позволяет легко запускать все современные игры а в купе с 8 гигабайтами оперативной памяти дает возможность без проблем использовать компьютер для большинства задач однако я бы не рекомендовал данный агрегат тем для кого ноутбук будет основной рабочей машиной для этих задач лучше все же выбрать что-то более производительнее однако даже затвар 101 вполне способен стать основным если его хорошенько прокачать а такие возможности у него есть было полезно видео поставь ему лайк и подпишись на канал до новых встреч и новых игр субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова а